Привет! В этом видео вас ждет флеш верхом на Fagio, West Coast-овский вайп, ну и мой простуженный голос, мое простужное лицо, так что давайте приступим. В первую очередь выставим темп, у нас 198 ударов в минуту или 99 ударов в минуту, как удобнее. Кстати, напишите в комментариях, какой темп используете вы, то есть вы пишете биты в 140 bpm или в 70 bpm, при том, что это по сути одно и то же, но как бы разные подходы есть, и как вам удобнее. И вообще, понимаете ли вы, о чем я говорю? Ладно, давайте пропишем клэпы, делаем вот так, делаем вот так, теперь можно выделить вот здесь, Ctrl-B, 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 почти все готово, но не совсем. Нам нужно сделать... Переходим здесь на одну-вторую и делаем страшную вещь, вот так, вот так, Ctrl-U, правой кнопкой мышки проводим вот так, снизу так, оп-оп-оп, и получаем... Следующим у нас будет Open Head, он будет звучать вот так вот. Мне нравится, но он должен быть короче, и для этого мы крутим Out и убавляем продолжительность. Следующим будет идти второй Open Head, он будет звучать вот так. Выделим так, нажимаем Ctrl-B и дублируем, отлично. Далее можно прописать, например, кик. На мастере, как обычно, Soft Clipper, и делаем вот так. Ну, чуть-чуть забустим, чуть-чуть открутим Out, чтобы просто он стал чуть более плотненьким. И пропишем. Можно забустить немного громкость. Пам-пам-пам. И потом будет вот тут еще. И вот здесь. Последний кик совпадает с Clipper. Кстати, вот лидер... Flash. Я понимаю, путать в 2019 году лидера и Flash, это уже зашквар. Я постараюсь исправиться. Короче, Flash в этом треке, как вы поняли, что это уже Touchdown, говорит, что типа я, может, и байтер, но зато богатый. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Потому что, ну, когда все обвиняли в байте T-Fest, я в своем видео сказал, что типа, ну, может быть, какое-то заимствование и есть, но это типа не прямой байт, да и вообще получился классный трек. Ну, вот позиция Flash по этому поводу, мне кажется, какой-то такой дурацкой. Короче, ладно, байт не байт, но вот эту штучку, вах-гитару или пэт, как в данном случае, кстати, это, по-моему, точно тот же самый сэмпл, который был и в самом треке, нужно поставить. Так вот, Out откручиваем и чуть-чуть продолжительность откручиваем. Вот так подкаратим и ресэмпл меняем на стретч, чтобы в зависимости от высоты тона не менялась продолжительность. То есть вот так она одинаковая и вот так она одинаковая. Выставляем на F4, потому что это тональный стрек, это фа. Вот так. А здесь у нас будет она играть в октаву. Класс, да? Круто, классно, окей. Ну и чуть не забыл, как только этот видос наберет 2000 лайков, как обычно, я выложу проект со всеми, со всеми штуками, со всеми сэмплами, пресетами в своем паблике ВКонтакте, ссылка на который будет в описании под этим видео. Самая главная мечта битмейкера какая? Установить себе Nexus. Выбрать в нем самую всратую пианинку и наслаждаться ее ущербностью. Мы так и сделаем. Отключим дилей, отключим ревер и дадим немножко релиза. Вот так. Окей, мелодия будет максимально сложной. Она из четырех тактов, в отличие от большинства трэпа, которые написаны на двух. Но давайте послушаем, как она звучит. Я мастер фортепиано. Ну и вместо того, чтобы натыкать ее мышкой, мы ее сыграем. Поэтому включаем запись. Обязательно включаем вот эту штуку и включаем метроном. Эта штука, вот я нажимаю пробел, и она начнет воспроизведение ровно в тот момент, когда я нажму ноту на фортепиано. Ну, на медиклавиатуре. Все, я идеально сыграл. Жмем Ctrl-Q и Shift-D, чтобы сократить до минимальной продолжительности нотки. Велосиоте на максимум. Супер. Следующим этапом поставим Flex. В нем у нас будет бас, который из пака вот этого, Synthi Wave. И, по-моему, вот этот. Звучать будет так. Идеально. В смысле, точно так же, как было в треке. И так. Да, как писали, танцы Стас, это отдельный вид искусства. Хорошо. Теперь вот так. И продлим это все немножко. И на октаву вниз. И можно немножко-немножко добавить басца. Вот тут вот. Экью, лоу. Чуть-чуть добавим. Вот так вот. Идеально. Отлично. У нас почти все готово. Мы пропишем сейчас бас. Но, чтобы его прописать, нужно его немножко подбустить сразу. Так что давайте все это выделим. И отправим на микшер. Ctrl-Shift-L. Бау. Все на микшере. Отлично. И теперь нам нужно прописать бас. В первую очередь, что мы сделаем? В первую очередь, мы зайдем сюда и дадим капельку буста. И дадим чуть больше EQ. Потом вешаем обязательно софт-клипер. И можно дать немножко еще вейв-шейперам. Софт-клипер мы используем как такой супер-изи компрессор. Треш-холд просто откручиваем. И бас ограничивается по громкости. И вейв-шейперам немножко. На капельку его немножко запустим. Еще можно немножко открутить вверх. Чтобы получить просто такой глубокий, насыщенный бас. Вот такой вот изи-способ на всем стандартном. Так, теперь мы это пропишем. Но еще нам нужно настроить анвелоп обязательно. Потому что нам нужно контролировать длину. Вот так вот все на ноль, кроме холда. И добавляем чуть-чуть атаки, чтобы оставить место под кик. И ту-ун-до. Низко. Класс. Да, именно так. Все, отлично. У нас готов бас. Остались только хеты. Хеты, они, кстати, у нас еще должны быть подкорочены. Откручиваем немного продолжительность. Использоваться они будут только в одном баре. Точнее, в одном квадрате. Вот так. Чтобы получить этот West Coast-овский вайп, один из способов это сделать кванатизацию. То есть, немножко их подвигать. Для этого мы жмем Alt-Q. И выбираем тут пресет Groove's Push-Pull Heavy. И открутим немного, прикрутим наоборот старт тайма. Вот как-то так. И жмем Accept. Теперь жмем снова Alt-Q. Откручиваем старт тайм. И выбираем в Levels. Например, Hip-Hop. И играемся уже в Velocity. Идеально. Все, отлично. Теперь у нас готовы абсолютно все паттерны. Кроме одного. Это самая главная часть этого самого вайба. Это лид Доктора Дре. Или лид Гдастона Андреас. Называйте, как хотите. Но вот главное, что звучит он вот так. И звучит он гораздо лучше, чем я умею им пользоваться. Так что ставь лайк, если тебе нравится Вест Костовский вайб. Если тебе нравится Доктор Дре. И вот такие свистуйки. Если тебе нравится свистуйка Доктора Дре, то ставить лайк не обязательно. Как накрутить вот точно такой же пресет, я покажу в этом видео чуть позже. А пока давайте просто пропишем. Да, идеально. Теперь выделяем все звуки, кроме последнего. Зажимаем Alt и чуть-чуть их продлеваем. Чтобы вот этот Glide появился. Все почти идеально. Давайте слегка обработаем инструменты. Потому что Sound Good Dizer сам себя не повесит. И говоря Sound Good Dizer, я не преувеличиваю. Мы реально будем использовать в основном его. И особенно начнем из пианина. Например, мы вешаем на него Sound Good Dizer. Потом вешаем на него Fruity Reverb. И потом повесим на него параметрик. Ну и напоследок мы повесим самую секретную штуку, до которой вам придется досмотреть. Откручиваем, ну, примерно на треть, наверное. Можно наполовину. Но больше точно не надо. Нам нужен яркий такой, немножко дурацкий звук. Но не чтобы он превращался в какое-то пережаренное говно. И открутим много низа. Вот так как-то. Теперь Reverb. Вот так как-то. Ну и конечно же Half Time. На 30%. Теперь следующим будет наш Silent. Абсолютно тот же самый набор. Только с немного другими настройками. Да. То есть вот так, без него. А вот так с ним. Он как-то таки... Он становится более многослойным, но и вот ощущается как-то так близко. Отпилим. Вот как-то так. Потому что самый-самый верх нам не нужен. И вах теперь. Ну, с ним... С ним абсолютно то же самое. Тоже Sound Goodizer. И точно так же параметрик. Нам абсолютно не нужны высокие... Низкие частоты в этом звуке. А давайте попробуем на Silent повесить не Stereo Shaper, а Stereo Enhancer. Вот так. Во! Прям супер расширение. Потому что звук очень высокочастотный. И это, в принципе, не так важно. Так круче. Отлично. Идеально. Все идеально. Отлично. Короче, звучит реально похоже на оригинал. Так что давайте быстренько сделаем такую классную вещь, как Split by Channel. И вот Split by Channel. Идем в плейлист. Вот так вот, вот так. Shift-ом перетаскиваем сюда. И сразу все размечается так, как нам нужно. И сейчас будем постепенно выстраивать структуру. На самом деле тут нет ничего такого прямо интересного. Кроме того, что у меня есть еще вот этот эффект для вас. Сейчас покажу, как я его применю. Продлим до трех баров. Вот так вот. И открутим In так, чтобы она была такая... Очень... Вот так, чтобы было. Но еще нам нужно сделать одну штуку. Вот, да. Да. И это будет звучать в нескольких местах. Теперь на все на этом можно накинуть сверху, конечно же, мой любимый Ozone. Настройки для меня абсолютно стандартные все. Все пресеты, про которые я говорил, кроме одного. В Exciter я буду использовать Need Range. То есть, чтобы он немножко сделал насыщенным в средние частоты. И все. Это единственное отличие. Сейчас я быстро покажу, как я накрутил звук в сайленте. И потом мы послушаем весь трек. Тут выбираем Init Preset. То есть, Mishelized Preset. Здесь ставим 4. Ставим Dishon вот так. Еще в фильтре выбираем... Получается, High Pass Filter. Вот как-то так. Потом включаем Revert. И оставляем его каким-то таким. И еще нужно вот так сделать. И вот так сделать. Добавить Атаки и Релиза, чтобы убрать сначала щелчок. И потом убрать щелчок в конце, чтобы мягкий спад был. Потом включаем Legato Mode и портаменты. Какой вам нравится. Включаете. И все. Идеальный элит. А теперь давайте послушаем весь трек. Нет, не весь трек мы послушаем. Потому что я допустил одну ошибку. Half Ten должен стоять в самом начале. Чтобы вот эти низкие ноты были на заднем плане. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такой трекан получился. Я думаю, что похоже. Я думаю даже, что почти один в один. Если вам этот видос понравился, то ставьте лайк. Ставьте лайк. Ставьте лайк Стасу. Мне. Под этим видео, если вам понравилось. И если не понравилось, то ставьте дизлайк. И можете написать в комментариях, почему вам не понравилось. И в общем-то на этом у меня все. С вами был Стас. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Посмотрите другие видосы. Вот они где-то здесь уже горят. Если хотите заказать у меня обучающий курс, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Поставьте колокольчик. Обязательно поставьте колокольчик. Потому что это очень важно, чтобы получать все уведомления о моих новых видео. Пока. Увидимся в следующем видео.